Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Дмитрий Владимирович Лисейцев. Я доктор исторических наук. Одной из любимых тем моих научных штудий является история земских соборов 16 и особенно 17 столетия. И вот некоторыми своими соображениями по данной теме я бы хотел с вами поделиться. Начну, как и положено историку, с историографии вопроса, потому что ни одна тема в истории не родилась сегодня или вчера. И практически любая проблема, за которую мы с вами не возьмемся сегодня, имеет некоторую историю своего изучения. Земские соборы не исключение из этого правила. Пожалуй, основоположником, первым ученым, который заговорил об этом политическом институте, стал колумб русской истории, последний летописец и первый историк, как назвали его современники, Николай Михайлович Карамзин. На страницах своей истории государства российского он посвятил несколько моментов в своем повествовании. В первую очередь, когда рассказывал о драматических обстоятельствах избрания на престол Бориса Годунова. И потом, уже в самом конце своего 12-томного труда, к сожалению, незавершенного, когда рассказывал об осаде Москвы силами войск первого народного ополчения, ополчения Липунова, Трубецкого и Зарудского. Николай Михайлович Карамзин, рассказывая о процедуре передачи власти в руки Бориса Годунова, ну а потом и о правительстве, действовавшем десятилетия спустя под стенами Москвы, не употребил привычного нам с вами термина «земские соборы». Он говорил о Великом соборе, Государственном соборе, ну а еще чуть позже о некой Земской думе. Собственно говоря, этим Николай Михайлович Карамзин и ограничился. И в течение какого-то времени историки первой половины XIX века к данной тематике не обращались. Всплеск интереса к названному политическому институту пришелся на середину уже XIX века, конец 50-х, начало 60-х годов. Это время начала великих реформ, великих ожиданий. И в ожидании каких-то политических перемен люди, жившие тогда, оглядывались в прошлое, искали неких исторических обоснований. И вот тут-то и развернулась знаменитая дискуссия между знаменитым российским историком Сергеем Михайловичем Соловьевым и известным публицистом Константином Сергеевичем Аксаковым. Эти два, безусловно, эрудированных человека, стояли на совершенно разных позициях. Если Соловьев принадлежал к лагерю так называемых умеренных западников, то Константин Сергеевич Аксаков был одним из вождей Соловьевского направления в общественной жизни того времени. И вот, собственно говоря, земские соборы как раз и стали одной из точек разлома дискуссии между двумя лагерями. Константин Сергеевич Аксаков в земском соборе, а как раз именно в ходе дискуссии между Соловьевым и Аксаковым впервые и стал употребляться именно этот оборот. Напомню, Карамзин не употреблял словосочетание «земский собор», но Соловьев и Аксаков в ходе дискуссии из слов, которые Карамзин употреблял, сконструировали земский собор. И, собственно говоря, если в земских соборах Соловьев предпочитал видеть нечто отдаленно напоминающее европейские органы сословного представительства, то Аксаков перебрасывал мостик прямо из вечевых традиций Древней Руси и уверял, что исключительно здесь и нужно видеть корни этого политического института. Дискуссия продолжилась и даже приобрела дополнительную остроту уже в следующем десятилетии в 1860-е годы. Тогда вышел труд известного, очень популярного в среде столичного петербургского студенчества профессора Бориса Николаевича Чичерина. Он специально как раз остановился на изучении земских соборов и дал им, в общем-то, достаточно уничижительную характеристику, полную пессимизма. Чичерин писал о том, что земские соборы какой-то особой роли в политической жизни московского государства не сыграли, что они были послушным орудием в руках самодержавной власти и, собственно говоря, во многом были своего рода исторической случайностью. Разумеется, подобный пессимизм вызвал острую реакцию и в средах идейных противников западничества у славянофилов и, разумеется, у патриотов-государственников. На Чичерина и его труд обрушился шквал критики, причем далеко не всегда корректной. И профессор Иван Дмитриевич Беляев даже выступил с большой торжественной речью, посвященной земским соборам, где проследил эволюцию этого явления с середины XVI века и, не удивляйтесь, до середины XVIII столетия, где никаких земских соборов, конечно, уже не было и близко. Тем не менее, Иван Дмитриевич Беляев посчитал, что уложенная комиссия, которую Екатерина собрала в Москве в 1767-68 году, это и есть прямое продолжение соборной практики, что это такой вот поздний земский собор. И, таким образом, это никоим образом не случайное явление. Это органичная часть нашей политической истории. При этом Беляев заявил, что как раз особенность наших земских соборов, их великое преимущество в том, что они никогда не пытались ограничивать царской власти, в отличие от западных органов власти, которые обычно представляются нам аналогом земского собора, британскому парламенту, французским генеральным штатам и так далее. И как раз вот единство царской воли и народного мнения, по мнению Беляева, как раз и создало нашим российским земским соборам ее исключительность. Что же касается аналогий между западноевропейскими органами сословного представительства и русскими земскими соборами 16-17 века, то эта мысль начинает приобретать плоть и кровь уже несколько позже дискуссии между Чечерином и Беляевым, скорее уже с 80-х годов 19 века. Первым серьезно на страницах своей довольно объемистой магистерской диссертации Эту идею обосновал Латкин Василий Николаевич, известный ученый, впоследствии известный ученый и правовед. Он как раз и пытался объяснить, что земские соборы в России 16-17 века это явление приблизительно из одного логического ряда с британским парламентом, французскими генеральными штатами, кастильскими кортесами, германскими лантагами и так далее. Ну то есть он видел прямые аналогии между сословным представительством западноевропейских государств и земскими соборами московского государства. В дальнейшем эта идея была подхвачена советской историографией, отечественные историки очень старались провести массу параллелей между российской историей и историей прежде всего европейской и любые аналогии, любые совпадения в данной области естественно приветствовались. И если труд Латкина конца 19 века тогда остался все-таки несколько на периферии исторической науки, то советская историография к этой идее возвратилась. Внимание к этому привлек Михаил Николаевич Тихомиров, академик. В одной из своих поздних работ, опубликованной в 1958 году, он напомнил об заслугах Василия Николаевича Латкина, заметил, что в русле его идей нужно продолжать изучение российских земских соборов. И собственно говоря, с этого момента авторитет Михаила Николаевича Тихомирова был и остается в исторической науке непререкаемым. Эта идея практически превратилась в аксиому. Историки второй половины 20 века, ну коль скоро было постановлено считать, что земские соборы имеют прямые аналогии с французскими генеральными штатами или британским парламентом, подхватили эту идею, но недоставало, разумеется, регулярности. Если, скажем, британский парламент заседал практически непрерывно, регулярно собирались французские генеральные штаты. О земских соборах, скажем, в 16 веке мы знали удивительно мало и историки насчитывали всего три земских собора 16 века. Так называемый первый собор примирения 1549 года, опричный 1566 и, наконец, земский собор 1598 года, вручивший власть Борису Годунову. Ну то есть для полувека три земских собора было как-то маловато. Это вызывало некоторый, извините, комплекс неполноценности, что ж у нас так редко. И отечественные историки практически включились в социалистическое соревнование по выявлению неизвестных ранее ученым земских соборов. Это увлечение далеко не всегда было полезно для исторической науки. К сожалению, зачастую за реальный факт Созова земского собора выдавалась совершенно случайная фраза, что детцарь с кем-то посоветовался, с кем-то собрался, с кем-то что-то обсудил. Вот мелькнуло что-то похожее на слово собор. И из этого делался вывод, вот, вот, пожалуйста, еще один земский собор, на который ранее внимания не обращали. Скептиком здесь выступал, пожалуй, только Николай Иванович Павленко, который предостерегал от вот этой вот гонки за соборами. Но его точка зрения осталась несколько в стороне, своего рода таким глазом выпиющего в пустыне. И в конечном итоге в отечественной историографии сложилась более или менее цельная четкая концепция эволюции земских соборов, которые возникли в середине XVI века, прошли долгий путь развития. В начале XVII века в обстоятельствах смуты, когда ослабла монархическая власть, достигли земские соборы пика в своем развитии, заседали в начале царствования Михаила Федоровича, не распускаясь по три года к ряду. И только начиная с 20-х годов XVII века, начинается, согласно этой концепции, некоторое ослабление этого политического института, царская власть укрепилась, больше не нуждалась в подкреплении себя со стороны мнения сословий. И к середине XVII века соборная практика сходит на нет. Такова в общих чертах история изучения земских соборов и тот результат, с которым мы пришли, и который, ну, конечно, как многие знают, сейчас в той или иной форме отражен в большинстве и школьных, и вузовских учебников.